Отметили День оленя и в Наринмаре. Вооружившись зонтами и антикомарином, жители и гости окружной столицы отправились в турцентр. Колоритный ненецкий праздник получился, как всегда, многонациональным. Оленями тропами отправилась и наша съемочная группа Алина Ваучейская с подробностями. Стойбище на седьмом километре Лаеворской дороги совсем не похоже на традиционную стоянку оленеводов. Вот на пригорке Сатур Рахманов проводит мастер-класс по приготовлению плова. Мы готовим плов национальный таджикский. Не узбекский, а просто таджикский. Оно национально считается. Не узбеки, не таджики. Это кто придумал, я не знаю. Казалось бы, как восточная кухня связана с ненецким праздником. Все очень просто. День оленя здесь, в турцентре. Праздник не только ненецкий. По оленям тропам отправились и башкиры, и коми, и поморы, и другие национальности. Следующее место стоянки – площадка с национальными ненецкими забавами. Метание танзея на хорей и тройной национальный прыжок. Любому ненецкому развлечению здесь обучает опытный инструктор. Якуты – традиционные лидеры в тройном национальном прыжке в силу того, что они очень атлетичные, высокие. И чемпион как раз якут. Не помню фамилию. 11-6 метров. А в чем секрет этого? Секрета нет. Взрывная сила. Человек выполняет на прыжку. Выполняется прыжок одновременно двумя ногами. Три подряд. То есть раз, два, три. Раз, два, три. Да, как заяц. Допустим, разножка допускается на полстопы. А так вот вместе вы ноги ставите, напрыгиваете. А, то есть нужно рядом ноги ставить? Да, рядом ноги ставите. Как они становятся, так и становятся. А, все, поняла. Ну, давайте попробуем. А вы хотя бы с двух шагов попробуйте. Или попробуйте с места, а потом два шага на прыжку. Давайте. Раз, два, три. Самый большой ажиотаж у гостей вызвала ненецкая игра прыжки через нарты. Их кочевники используют для перевозки грузов, запрягая в них оленей. Издавна сани оленеводов использовали как спортивный снаряд. Правила игры просты. В один ряд выстраивают 10 нарт. Кто больше перепрыгнул, тот и чемпион. На самом деле это не так и просто перепрыгнуть через нарту. Вроде что тут сложного. Полтора метра в длину и 50 сантиметров в ширину. Но мы сейчас убедимся, что это очень сложно. Итак, поехали. Преодолеть себя так и не получилось. А вот Ксения Алямис побила рекорд на празднике. Она сумела перепрыгнуть 21 нарту. Первый раз было 7, сейчас уже рекорд. Вообще здорово, отлично. Мероприятие. Таких побольше делал, потому что ненецкому не хватает активности и движений даже для молодежи. Ксения Анаридмар приехала из Башкирии. На ненецком празднике девушка впервые. Впрочем, как и другие гости. Есть тут и архангелогородцы, и ярославцы. Словом, география присутствующих обширна. И все без исключения в восторге от увиденного. Эмоции только позитивный настрой. Мы сейчас еще здесь погуляем и поедем в лес отдыхать уже по-своему. Рядом с национальными забавами расположился дворец виновника торжества – оленя Глеба. К чуму с хозяином праздника тропа не зарастала на протяжении всего гуляния. Понравилось тем, что тут интересно, можно посмотреть на живых оленей, узнать о них много новой информации. Ну, во-первых, потому что было объявление, тем более дома сидеть как-то в такой прекрасный день – это очень плохо. Олень понравился, только он какой-то худой. Его надо покормить. Кстати, любимое лакомство Глеба – грибы гости собирали тут же на территории турцентра. Гуляния же продолжились до вечера. Ни хмурое небо, ни дождь, ни даже рой мошек и комаров не стали помехой для массового гуляния. Алина Ваучейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.